Далее эфир продолжит брифинг СЦК. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире. Спикер мы с Бентан Страутим Алия Абдрахманова, Казахстан Республикасы Саудажене Интеграция Министерлигіның рейс-мей-өкілі. Алия Ханым, сөзгізе көзінсі. Хайрылы кеш, көрметті қазахстандықтар, Саудажене Интеграция Министерлигінің су тасқыннан зардап шеккен өңірлерде жүргіз ұратқан жұмыстар туралы қабарлайды. Ұлтық статистика бюросының ақпаратына сай, барлық өңірлерде әлеметтік азықтылық бағастың нөлдік өсімі байқалып отыр. Министерлиг су тасқынан зардап шеккен областарда азықтылық таварларымен, оның үшінде азықтылық маңызы бар таварларымен қамтамасыз етін жеті бақылауды астауды. Саудан нысандарында көшпелері визия жүргізілді, азықтылық және ең қажеті таварлар қорлары тек серілді. Алдын алы, деректер бойынша су басқан өңірлерде 80 саудан нысаны анықталды. Павадар обылсында 1 нысан, Қостанай обылсында 22, Ақтөбе обылсында 9, Атыра обылсында 35, Батыс Қазақстан обылсында 13 нысан, залалы сонмасы қазір анықталуда қалған өңірлерде жағдай тұрақты. Бұдан басқа министерлік үрі сауда желілермен баға тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін түсіндіктеме жұмыстарын жүргізуде. Баған ғысу фактлер анақталған жағдайда, бізден житпестерт оцз житпе оцз біз нөмірне хабарласуға болады. Добрый вечер, уважаемые казахстанцы. Позвольте рассказать о проводимой работе Министерства торговли и интеграции в регионах, пострадавших от павадков. По данным Бюро национальной статистики, во всех регионах отмечается нулевой рост цен на социальные продукты питания. Министерство контролирует ситуацию с обеспечением продовольственными товарами, в том числе СЗБТ в регионах, пострадавших от павадков. Проведена выездная ревизия, проверенные запасы продовольствия. По предварительным данным, в регионах пострадало 80 торговых объектов. В Павлодарской области 1 объект, в Астанайской области 22, в Актюбинской области 9, в Атаравской области 35 и в Западно-Казахстанской области 13 объектов. Сумма ущерба уточняется. В остальных регионах ситуация стабильная. Министерство провело разъяснительную работу с крупными торговыми сетями о необходимости обеспечения стабильности цен. В случае выявления фактов роста цен, просим обращаться по номеру 74-37-35, код Астаны. Вы смотрели брифинг службы центральных коммуникаций. Мы продолжаем. Касамжом Артукаев поручил в срочном порядке восстановить жилье, разрушенное из-за стихийного бедствия. Об этом он говорил с министром промышленности и строительства Канатом Шарлопаевым, который доложил о результатах работы и планах в сферах промышленного развития, геологии, недропользования и строительства. В частности, министр заявил, что в стране планируется ввести 180 проектов на 1,5 трлн тенге. В процессе будет создано почти 18 тысяч рабочих мест. В настоящий момент в ведомстве как раз утверждают проектно-сметную документацию для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне паводков. На этот год в области строительства мы поставили себе цель ввести в эксплуатацию 18 млн квадратных метров жилья, что составляет порядка 172 тысяч квартир. Также я доложил о работе, проводимой министерством по восстановлению пострадавших регионов. Министерство в самые кратчайшие сроки примет все необходимые меры по восстановлению жилья пострадавших. Между тем, вода в реке Жем от Раусской области пошла на спад. Об этом заместителю премьер-министра Ханату Базумбаеву сообщили местные власти. Сегодня он вместе с главой региона совершил облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. Также вице-премьер осмотрел защитные сооружения и насыпные дамбы. Позже встретился с жителями Кульсары и рассказал им о плане противопаводковых мероприятий. В начале восстановительных работ, а также разъяснил алгоритм компенсационных выплат по возмещению ущерба, нанесенного паводком. Я отмечу, что на беду у кульсаримцев откликнулись тысячи казахстанцев. В пункте распределения гуманитарной помощи собрано несколько десятков тонн продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости. Но вот в селе Новайшимское в североказахстанской области вода проникла в жилые дома. Такого разлива реки Исиль местные жители даже и не помнят. Сейчас на месте работает наш корреспондент Наталья Волкова. Она с нами на связи и готова рассказать о текущей ситуации. Наталья, приветствую. Вам слово. Здравствуй, Арестан. Да, мы сейчас находимся на улице Интернациональная от берега Исиль до первых домов. Здесь расстояние 100 метров. И большая вода сократила его буквально за сутки. 4 апреля она начала прибывать и уже 5-го зашла в первый дом. Местные власти и спасатели заблаговременно эвакуировали жителей. Всего около 30 человек. Все они разъехались по родственникам. Также вывезли и сельхозживотных. Всего в селе Новоишимское было потоплено и остается потопленным 8 жилых домов. Здесь сейчас с нами находится Аким района, Руслан Анбаев. Расскажите, пожалуйста, Руслан, что сейчас предпринимается для ликвидации последствий половодия и какую помощь окажут пострадавшим? Помощь будет оказана соразмерно ущерба, который причинил паводковые ситуации. Это однозначно в порядке. То, что предусмотрено механизмами господдержки и то, что предусмотрено со стороны меценатов. Каждый из 8 домов у нас уже закреплен за субъектами бизнеса. Помощь будет предоставлена незамедлительно. На сегодняшний день у нас, как вы уже сказали, было эвакуировано порядка 29 человек. Все они разъехались по родственникам, предоставляли им в эко-пункт, отказались. Соответственно, заблаговременно все это перевезли во избежание больших потерь. Спасибо большое за пояснение. Тем временем уровень воды на Сергеевском водохранилище продолжает расти. Сейчас вода через дамбу идет выше гребня уже на 4 метра 20 сантиметров. Арстан. Спасибо. Наталья Волкова нас информирует из Североказахстанской области. Отключать все дачные сообщества от электричества и газа будут в Уральске. Это нужно для того, чтобы люди покинули дома в дачных кооперативах, так как строения могут быть затоплены в ближайшие дни. В поймах рек Урал, Чиган и Деркул расположено 54 дачных сообщества, где постоянно проживали свыше 5000 человек. Больше половины из них уже эвакуированы в безопасное место. Но некоторые продолжают оставаться, опасаясь за сохранность имущества. Между тем, в дачных сообществах уже подтоплено больше 400 домов. Их хозяева пока не могут оценить причиненный стихией ущерб. Для жителей дач в городе работают 11 эвакуационных пунктов. Теперь уже на основании закона о газонской защите, статьи 56, для беспрепятственного проведения аварийно-спасателей эвакуационных мероприятий, нам приходится принимать такие меры, то есть массово призывать людей к эвакуации, принудительно проводить эвакуационные мероприятия, а также уже сегодня начнем отключение электричества и газа. Всего же в стране, по данным МЧС, подтопленными остаются около 3,5 тысяч домов и почти 2 тысячи дачных участков в 7 регионах страны. Подъем уровня воды продолжается в Западно-Казахстанской, Кустанайской, Акмолинской областях, а также на севере и востоке Казахстана. На реке Есиль в границах Североказахстанской области во второй декаде апреля ожидается вторая волна половодия. Также по Кустанайской области сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных постройок и дорог местного значения, расположенных в поселках и находящихся ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки. По области Ябай и Восточно-Казахстанской области в период с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков на большей части областей ожидаются резкие подъемы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков. С начала паводкового периода спасено более 76 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 7703 человека, из них 3266 детей. Воздушными судами МЧС, Министерство обороны и Национальной гвардии продолжаются спасательные работы. Откачано более 7,8 миллиона кубических метров талой воды. Проведена укладка более 1 миллиона мешкатар и 996 тысяч тонн инертного материала. Планово-предупредительные работы на Шимкенском НПЗ завершат уже в апреле. Глава компании «Казмной газ» Махзум Мирзагалеев сегодня ознакомился с ходом работ. Процесс активно идет на комплексах как первичной, так и глубокой переработки нефти. Повлияет ли ремонт на объемы производства нефтепродуктов в стране, выясняла моя коллега Катерина Попкова. На Шимкенском НПЗ полным ходом идут ремонтные работы. Здесь словно настоящий муравейник. Сотни работников, ведущих замену катализаторов, обновление системы управления, ремонт оборудования. На помощь вызваны 30 подрядчиков. Своевременные и планово-предупредительные работы являются частью обширной программы. Она позволит в дальнейшем сократить частоту технических перерывов на нефтеперерабатывающих заводах по всей стране. По словам главы компании «Казмной газ» Махзума Мирзагалеева, планируется перевести предприятие на режим раз в три года, вместо ежегодных остановок. У нас Шимкенский завод уже перешел на межремодный период в три года. Мы соответствующую работу сейчас ведем по переходу или по выходу на такой, скажем так, график по трехлетию межремодного периода по оставшим двум заводам. И по Атравскому нефтеперерабатывающему заводу, и по Павлодарскому. Ситуация по нефтепродуктам абсолютно стабильная. Ежедневно шимкенского НПЗ идет отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок. Рекордный запас бензинов и дистоплива, а это больше миллиона тонн, был сформирован заранее. Такого объема хватает на полтора месяца потребления для всей страны. До завершения ремонта мы планомерно будем отгружать, чтобы было достаточно. Все по графику идет. В соответствии с графиком, утвержденным Министерством энергетики. В это время в Казалардинской области планируют вырастить до 2025 года больше миллиона гектаров Саксаула в бывшей акватории Аральского моря. Лесопосадочные работы проводят в рамках пятилетней программы по озеленению территории страны. В весенней выставке Саксаула принял участие вице-министр экологии и природных ресурсов страны Нуркен Шарбиев, Аким области, Нурлыбек Налибаев и председатель правления казной газа Махзун Мирзагалиев. Тему продолжит Рахан Тажбаева. Защитный барьер от соли, песка и эрозии почвы. Саксаул один из главных ингредиентов рецепта оздоровления экологии региона. Из 7 миллионов гектаров государственного лесного фонда области на него приходится почти половина. За последние три года в рамках проекта специалистам удалось оживить 544 тысячи гектаров высохшего морского дна. В этом году плантации Саксаула увеличат еще на 275 тысяч гектаров. Все работы проводятся в соответствии с научными рекомендациями и рабочими проектами. На следующий год планируется завершить этот полностью проект, поручение президента и посеять уже 280 тысяч гектаров. Посадка черного Саксаула ведется в два этапа. Весной саженцами, осенью семенами. Весь посадочный материал готовят местные лесопитомники. Сейчас есть собственные лесопитомники. В каждом районе на общей площади в 150 гектаров выращивают посадочный материал. Почти на 80 процентов обновлена материально-техническая база учреждений лесного хозяйства. За последние четыре года на эти цели из областного бюджета потратили почти 2 миллиарда тенге. Еще свыше 58 миллионов тенге выделено на исследование и проектирование почвы. Проект, реализуемый в поддержку экологической инициативы главы государства, позволит не только спасти Аральский регион от засоления и опустынивания, но и повлиять на оздоровление местной экологии. Райхан Тажибаева, Нуржам Музарабшин, Айтмухамед Байдулдаев, Казардинская область, 24КЗ. К этой минуте все. Мы продолжаем работать круглосуточно. Напомню, доверяйте только официальной и проверенной информации. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин